Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Сова, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Каждый пятый израильтянин живет за чертой бедности. Таков вывод специального отчета, опубликованного на минувшей неделе в Израиле. Что это означает на практике? Очень просто. Есть миллион семьсот тысяч граждан страны, которым не хватает своего заработка или пособия для того, чтобы элементарно выжить. Иными словами, не умереть с голоду. Многие из них вынуждены обращаться за дополнительной помощью в различные благотворительные организации. Кто-то получает помощь от родственников, некоторые постоянно живут с большим минусом на банковском счету. Бедным в Израиле считается тот, кто получает в месяц менее трех тысяч шекелей. Это 750 долларов. Для некоторых стран это огромные деньги. Там на них можно жить не только месяц, а целый квартал. Только не в Израиле. Как же так получается, что государство, в котором действуют более пяти тысяч компаний высоких технологий, где научились выращивать овощи и фрукты в пустыне, которая придумала систему противоракетной обороны, железный купол и многое другое, не может побороть бедность. Ответ на этот вопрос мы попытаемся найти сегодня в нашей программе. Как израильского президента принимали в Белом доме? Есть ли шанс на мирное урегулирование на Ближнем Востоке? Кто такой Йоси Коин? В Израиле обсуждают назначение главы внешней разведки МОСАД. Сколько нужно зарабатывать в Израиле, чтобы не считаться бедным? Данные специального отчета Службы национального страхования. В Израиле празднуют Хануку. О том, как по пончикам масли можно определить социально-экономический статус человека. Президент Израиля Рувен Ривлен вместе с супругой Нехамы посетил на этой неделе Соединенные Штаты. В Белом доме главу еврейского государства принимал президент Барак Обама, и вместе они зажгли ханукальные свечи. Для Ривлена этот визит стал первым официальным в Белый дом, и многие израильские политологи отмечают теплый прием, который был оказан Чите Ривлен. Особенно на фоне непростых взаимоотношений между Обамой и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньягу. Там же в Вашингтоне израильский президент заявил, что никогда не терял надежды добиться мира на Ближнем Востоке. И в этом плане он целиком поддерживает стремление американского лидера найти способ усадить за стол переговоров израильтян и палестинцев. Господин президент, мы очень благодарны Вам за Вашу приверженность к борьбе с экстремизмом, всегда и везде, где бы он ни был. Израиль и США намерены действовать в этой борьбе рука об руку. Хочу отметить, что мы не ведем войну с исламом. Мы боремся с теми, кто использует идеи ислама для того, чтобы нанести ущерб невинным людям во всем мире. Со мной в студии политолог профессора Риэльского университета Зеф Ханин. Зеф, добрый вечер. Говорит Руби Ривлену в Америке, что есть шанс на мир, что можно добиться мирного урегулирования. В то время как Нитаньяку, который был всего месяц назад в Америке, обрадовался, что американцы наконец оставили Израиль в покое и больше не пытаются усадить за стол переговоров нас и палестинцев. Это что? Это дань уважения Обаме или же это реальное понимание ситуации? Надо иметь в виду, что функция президента в Израиле существенно другая, чем в Соединенных Штатах. Президенту вообще в принципе не принято высказываться на внешнеполитические темы. И в этом смысле Руби Ривлен несколько перешел границы своих полномочий. Другое дело, что... Не первый, не последний. Не первый, не последний. Понятно, что его предшественник Шимон Перес, он, в общем, тоже все прекрасно понимали, что он как человек с богатой политической биографией, не будет довольствоваться сугубо репрезентативными функциями, которые законодательство отводит президенту Израиля. У него с премьер-министром Бенемином Антониягу было джентльменское соглашение. Перес брал на себя выполнение неких деликатных дипломатических функций, в том числе и на треке «Иерусалим-Вашингтон». Что же касается Руби Ривлена, то мы знаем, что он расстался с Бенемином Антониягу не самым лучшим образом. Люди, которые принадлежали к одной политической партии, разошлись, и их связывает долгая история личных отношений, разошлись почти радикально. И трудно себе представить, что Руби Ривлен, высказываясь на эту тему, выполняет поручения главы израильского правительства. Тем более, что его высказывание, как вы, верно, Женя, заметили, сильно противоречит тем декларациям, которые сделал премьер-министр по возвращению из Вашингтона. Мы помним, что по трем темам, которые он обсуждал, имея в виду премьер-министр Израиля Бенемин Антониягу с Бараком Обамой, Сирия, Иран и тема палестинских арабов, по двум последним они договорились не договариваться. На иранском поле Биби Бенемин Антониягу признал свое поражение. На палестинском Барак Обама поднял руки, передав это дело, как мы видим в распоряжении своему госсекретарю, что значит либо заболтать тему, либо отложить ее в дальний угол национальной повестки дня. И вот Руби Ривлен, так и хочется сказать в пику премьер-министру, если бы мы не были абсолютно уверены в том, мы не до конца уверены в том, что это действительно так, высказывается несколько противоположным образом. И тут я вынужден, вероятно, принять вашу гипотезу, когда вы говорите о том, что он, в общем, произнес примерно то, что от него ждали. В гости едут с подарками. Его визит, визит главы израильского государства, выполняющего репрезентативные функции, это визит вежливости протокольной своего рода. И, следовательно, он, вероятно, заявил более-менее то, что хотела услышать противоположная сторона, особенно, если принять во внимание, что он сравнил Барака Обаму со светочем человечества, надеждой демократии и так далее, и тому подобное. То есть в данном случае я бы, скажем так, не трактовал его высказывание как некое радикальное изменение израильской концепции на внешнеполитическом треке. Показал, что, по крайней мере, есть общие ценности у него и у Обамы, и это, наверное, Обаме приятно. Но, тем не менее, несмотря на все разговоры, проблемы же остаются. Всю неделю продолжается нападение на израильтян. Продолжается террор уже третий месяц. С одной стороны, Нитани Агу декларативно заявляет о том, что силы безопасности делают все возможное. С другой стороны, террор продолжается, и нет даже никаких попыток, сдвигав как-то сесть за стол переговоров и, возможно, прекратить эту волну. Ведь мы знаем, что предыдущие подобные волны террора заканчивались как раз какими-то переговорами. Даже если взять вторую интифаду, была некая видимость переговоров, была попытка как-то хоть что-то заявить. Это верно, но это происходило по очень простой причине. Потому что лидеры палестинской автономии, то есть то, что называется ООП слэш палестинская администрация, они были адресом. На сегодняшний день руководство палестинской администрации в Ромале, они абсолютно не адрес для урегулирования процесса, о котором идет речь. Обратите внимание, что это так называемая третья интифада, если это интифада, то есть массовая волна арабских бунтов, которую называют интифада ножей, ее движущей силой является отнюдь не арабы, живущие на территории Иудеи, Самарии или Газы. Ее авангардом являются жители Восточного Иерусалима и Южной Галилеи, то есть те, которые имеют израильские удостоверения личности, либо законное постоянное жительство, либо вообще израильские паспорта. Из тех регионов Израиля, столицы Израиля и Южной Галилеи, где активно действует так называемое исламское движение, прежде всего северное крыло исламского движения. То есть вы хотите сказать, что это внутренняя проблема Израиля? Это в значительной степени внутриполитическая проблема Израиля. Понятно, что она в значительной степени была спровоцирована палестинской администрацией. Абу Мазан, Махмуд Аббас, быстро теряющий релевантность в ситуации в свете того, что происходит на Ближнем Востоке, когда внимание отвлечено на иранскую тему, на Сирию, Турцию и так далее и тому подобное, в общем, оказался в ситуации, в которой были палестинские арабы до начала процесса Осла. Это был некий внутренний субъект израильской политики, и взаимоотношения с ними выстраивались как отношения в рамках неурегулированного конфликта между двумя этническими группами в рамках бывших колониальных границ британского мандата. Перспектива возвращения ситуации на это поле, в этот контекст, естественно, подвигнула Абу Мазана на дипломатическую антифаду, на кампанию подстрекательства. Он спровоцировал этот процесс. Но на Западном берегу, как вы видите, это происходит минорно. Несмотря на то, что мы слышим о серии терактов именно на Западном берегу, это идет ни в какое сравнение с тем, что было 10, 12, 15 лет назад. Да, но там было вооруженное противостояние, там были центры, там были теракты самоубийц. Сейчас пока до этого не доходит, хотя это может взорваться в любой момент. Это может, и вместе с тем, простите, Женя, все-таки я вынужден с вами не согласиться, и вместе с тем это означает, что серьезной инфраструктуры там нет. Там есть спящие ячейки Хамаса, там существуют исламистские группы, но реальные радикальные корни террора, они были выкорчеваны. Еще в начале 2000-х годов, во время операции «Защитная стена», а с тех пор ЦАГАЛ и спецслужбы, то есть армия обороны Израиля и спецслужбы, делают там более-менее все, что хотят. Поэтому наиболее эффективно проявили себя вот эти вот спящие ячейки Хамаса, управляемые из газа и, кстати сказать, из Турции, именно внутри зеленой черты. Израильскому руководству, да, удалось заявить, подавить в значительной степени то, что происходило в Южной Галилее, в Восточной Иерусалиме. Поэтому мы имеем эти пенец, да, то есть мы имеем эти вот остатки былой роскоши. Понятно, что это долгий процесс, нет некого штаба, который вот можно разгромить. Да, есть штаб, можно разгромить штаб в Турции, можно разгромить в штаб, как требует Либерман, Беннет, часть партии Беннета в секторе газа. Говоря про Турцию, вы не имеете в виду турецкое руководство? Мы не имеем в виду турецкое руководство. Мы имеем в виду штаб Хамаса, который находится на территории Турции. При попустительстве турецких властей. При попустительстве турецких властей, да. Нет, конечно, речь не идет о турецко-израильской войне, не дай бог. Понятно. Так же, как речь не идет о 10-й русско-турецкой войне. Речь идет о совсем других вещах. Понятно, что Абумазан был бы счастлив, то, что называется, если бы Израиль открыл огонь по штабам в Газе, решил его этой проблемы и дал бы ему дополнительные ресурсы для дипломатической антифады. Хане был бы счастлив, если бы Израиль, наконец, демонтировал палестинскую автономию. Весь этот вакуум, оставшийся, был бы заполнен Хамасом. Но пока об этом речь не идет. Поэтому, пока об этом речь не идет, Натаньягу остается при своем. А именно, сохранение между рекой Ордан и Средиземным морем существующего геостратегического статус-кво. А президент Руби Ривлин может предлагать некие общие идеи, которые можно обсуждать, но релевантность которых тоже нужно обсуждать. Хорошо. Что Израилю сегодня есть конкретно предложить с точки зрения урегулирования вопросов с палестинцами? Оставить, как есть, как вы говорите, сейчас на мелком огне, не трогать, либо инициировать какие-то, как сказал Натаньягу, опять же, во время визита в Вашингтон, односторонние шаги? Непонятно, что он имел в виду, кстати, в этом плане. Ну, на столе лежат, как вы правильно заметили, несколько идей. Я бы сказал, что на столе лежат четыре идеи. Одна идея, это идея, которую разделяет Натаньягу и его ближайшее окружение, это вот ничего не делать. Это лучший вариант. Так, это первая идея, дальше вторая. Это некая первая идея. Вторая идея, это то, которую предлагает Виктор Либерман. Это вот концепция, то, что называется, обмена территории населения в более расширенном масштабе. То есть, газы отдельно, западный берег отдельно. И вообще, это не субъекты международных отношений, да, они субъекты отношений с Израилем, и в целом Израиль должен договариваться не с палестинцами, а по поводу палестинцев. У Либермана есть идея с кем, да, нужно разговариваться с арабским миром, с этими умеренными суннитскими режимами, для которых главным врагом является сегодня далеко не Израиль, а Иран и даже Турция, а палестинская проблема стала контрпродуктивной. Они, конечно, хотели бы, чтобы ее решение, чтобы тему закрыл Израиль, оплатив за это своими акциями во всех смыслах этого слова, но Израиль в свое время показал, что игры в одни ворота больше не будет. Из арабских столиц было уже некоторое послание о том, что они готовы обсуждать цену. Вот это вот как раз второе решение, да. Третье решение, это возобновить во что бы то ни стало переговорный процесс, как предлагают партии Левого лагеря. На самом деле, в четко сформулированном виде мы это пока не имеем, что они предполагают, имеют в виду. Мы видим, что, например, главная партия Левого лагеря, это партия ВОДА, ныне это называется Сионистский лагерь, они тщательно заметали эту тему под ковер, как непродуктивную, электорально непродуктивную, и продвигали вперед тему социально-экономическую, но социально-экономическое лобби сильной в правом лагере. И вот мы слышали высказывание на прошлой неделе, высказывание Амира Переца, который заявил о том, что у него как раз есть внешнеполитическая программа. Четвертая инициатива. Четвертая инициатива, это вот Руби Ривлин. Вернулись, замкнули круг. Да, замкнули круг. Руби Ривлин предложил возродить идею Израильско-Палестинской конфедерации. Идея не нова. Эта идея высказывалась еще где-то так на пике Осло, когда была вот эта вот эйфория, что вот еще немножко и мир на расстоянии вытянутой руки. Только там в конфедерацию предлагали пригласить еще и Орданию. И тем самым восстановить в рамках такого израильско-палестинско-иорданского конфедеративного союза единство всей исторической Палестины, всей эры Цесраэль. И западные к западной реки, и Ордан, и восточные. То есть одно государство для евреев и арабов. Да, но конфедерация. Со столицей в Иерусалиме, но без границ. Или с границами, но проницаемыми. С единой социальной системой, с едиными службами безопасности, израильскими, надо полагать. То есть в данном случае усеченный вариант. Мы помним, что в свое время Муаммар Каддафи покойный предлагал нечто подобное. Короче говоря, это интересная интеллектуальная игра, но ее релевантность на сегодняшний день вызывает у меня большие сомнения. Что ты мне подсказываешь, что инициатива номер один и Танягу пока будет релевантной ближайшей. Боюсь, на ближайшие полтора года до следующих выборов. Профессор Зевханин, большое вам спасибо. Благодарю вас. Война в Украине, поток беженцев в Европу, кризис в Сирии, эти значимые события уходящего 2015 года отодвинули на задний план главную угрозу, нависшую над человечеством, ядерную. И только создание широкой международной антитеррористической коалиции может предотвратить угрозу попадания ядерного оружия или компонентов для его производства в руки террористов. С таким заявлением выступил на этой неделе президент Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор. О работе этой, пожалуй, одной из самых авторитетных неправительственных организаций, куда входят ведущие эксперты со всего мира, мы рассказывали вам в нашей предыдущей программе и пообещали информировать вас об итогах этой работы. Напомню, конференция Международного люксембургского форума и фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» проходила в начале декабря в Вашингтоне, а на этой неделе итоги работы конференции подводили уже в Москве. В ходе пресс-конференции члены правления форума сообщили журналистам о том, что эксперты уже направили свои рекомендации в виде итогового документа лидерам двух мировых сверхдержав, президентам России и США, Владимиру Путину и Бараку Обаме. Этот документ адресован только президенту России и только президенту США. Мы обращаем внимание на растущую угрозу доступа оружия массового уничтожения, в том числе ядерного, со стороны международного терроризма. Мы говорим, что изменить кардинально, драматически эту ситуацию может только лидерство двух суперядерных держав, которые в сумме обладают ядерным потенциалом более 90%. По словам Вячеслава Кантера, данное обращение не останется без серьезного внимания, поскольку было направлено от имени известных во всем мире выдающихся ученых и политических деятелей, имеющих огромный опыт анализа и решения проблем безопасности. Участники форума также отметили, что, цитирую, «у США и России сохраняется общая заинтересованность в снижении рисков ядерной войны, терроризма и распространении ядерного оружия, несмотря на очевидные разногласия по другим вопросам мировой политики. Владея крупнейшими ядерными арсеналами мира и будучи давними лидерами режима ядерного нераспространения, США и Россия несут особую ответственность, обязывающие их сотрудничать по ядерным вопросам даже тогда, когда их позиции по другим вопросам резко расходятся». После короткого перерыва «Кто он? Йоси Коэн?» Новый глава израильской внешней разведки МОСАД. В понедельник премьер-министр Израиля Бенемин Танягу на специальном брифинге в Иерусалиме назвал имя нового главы МОСАДа. Им стал Йоси Коэн, бывший кадровый разведчик, который руководит Советом по национальной безопасности. Коэн был выбран из трех кандидатов, и впервые за долгие годы среди претендентов на эту должность не было так называемых кандидатов со стороны, что, по мнению специалистов, всегда положительно отражается на деятельности любой государственной структуры, особенно когда речь идет о разведке МОСАД. Новому главе МОСАДа уроженца Иерусалима 54 года. Отец — бывший боевик еврейской подпольной организации «Эцель», мать — педагог, директор одной из престижных столичных школ. Семья Коэнов жила по религиозным канонам, Иоси с детства носил кипу. В подростковом возрасте он был зачислен учеником в Ешиву Орацион, что недалеко от Ашкелона. Это религиозное заведение для подростков, выпускники которого служат в боевых частях израильской армии. В одном из таких подразделений проходил срочную службу будущий глава израильской внешней разведки. В МОСАДе Иоси Коэн с 1983 года. Он был единственным религиозным курсантом в группе на начальном учебном курсе вербовки агентов и сбора информации. Прошел все ступени карьерной лестницы. Возглавлял несколько оперативных подразделений. Сын Йоси Коэна, страдающий церебральным параличом, недавно добился того, чтобы его призвали на службу. Многие называют Йоси Коэна героем. В ответ на это он говорит, что у них в семье единственный герой — это сын. За яркую внешность и любовь к дорогим костюмам коллеги в шутку называют Йоси Коэна манекенчик. Я очень взволнован и сполна ощущаю тот высокий уровень доверия, который был оказан мне, главой правительства. МОСАД является одной из важнейших структур в государстве, и моя задача — сделать все возможное, чтобы так было и в будущем. Мы будем работать на благо народа Израиля, без лишнего шума, тихо и профессионально. Четыре года назад первый заместитель главы МОСАДа Йоси Коэн покинул службу, проиграв битву за должность шефа разведки Тамиру Парда. Коэн стал главой Совета по национальной безопасности, войдя в близкий круг доверенных советников премьер-министра. Этот факт помог ему обойти двух других претендентов в гонке за вожделенный пост. МОСАД является не только оперативным органом, который занимается разведкой. Он также зачастую налаживает дипломатические контакты, особенно в странах, с которыми у нас не установлены официальные отношения. При выборе следующего главы МОСАДа я принял во внимание три составляющие. МОСАД и Далия должен сохранить способность на оперативном уровне укреплять нашу безопасность, уметь приспособиться к новой эпохе в области кибериндустрии и передовых технологий. Наконец, МОСАД и Далия должен продолжать оставаться среди лучших спецслужб мира. Ряд израильских аналитиков указывает на то, что Коин долгое время возглавлял отдел, отвечавший за контакты со странами, у которых с Израилем нет дипломатических отношений. По их выводу, одной из главных задач МОСАДа станет поддержание и укрепление контактов с арабскими странами. Израиль и страны Персидского залива объединяет сейчас общая тревога за свое будущее ввиду резкого усиления Ирана и нежелания Соединенных Штатов вмешиваться в дела Ближневосточного региона. А со мной в студии Яков Кедми, в прошлом глава спецслужбы НАТИВ. Добрый вечер, Яков. Добрый вечер. И Алекс Сельский, который долгое время работал советником премьер-министра в канцелярии Нитаньягу. Добрый вечер, Алекс. Добрый вечер. Вы знакомы с Йоси Коином. Йоси Коин как раз был назначен главой Совета по национальной безопасности. Это структура, которая подчиняется канцелярии премьера. Вас удивило назначение Йоси Коина главой израильской внешней разведки? Нет, абсолютно нет. Во-первых, на самом деле это назначение премьер-министра. И вполне понятно, что человек, который в последние годы был так близок к премьер-министру и ответственный был за координацию работы премьера со всеми силами безопасности. Это именно тот человек, которого назначил премьер-министра. Во-первых. Во-вторых, Йоси Коин на самом деле человек, который всю свою карьеру сделал в МОСАДе, пришел из МОСАДа, хотел вернуться в него. И он в него возвращается прежде всего как опытный разведчик, прежде всего как опытный сотрудник МОСАДа. И опять же, как человек, который близок к премьер-министру, так система работает, так это должно быть. И поэтому, я думаю, это было вполне естественно. Яков, а насколько важно, чтобы глава МОСАДа был, вот как говорит Алекс, близок к премьер-министру? Ведь назначение на такую должность принимается не исходя из близости или исходя из какого-то лояльного отношения, исходя из профессиональных качеств. Если есть разведчик, который может сказать, к примеру, ты хочешь ударить по Ирану, но, извини, это сейчас нельзя делать. А судя по близости, такой человек, может быть, даже не скажет такую вещь, к примеру. Во-первых, были у нас случаи, не только у нас, у американцев больше, когда разведслужбы пытались действовать как бы в струю настроения руководства. Это плохо кончалось для страны всегда. Но решение всегда принимает премьер-министр. А вас удивило, не знаю, как-то назначение Сикоина, вот когда вы услышали это, вас восприняли как-то иначе или нет? Как обычно? Потому что, во-первых, двое остальных, они были тоже работники МОСАДа, довольно на хорошем уровне. Все три они были заместителями директора МОСАДа. У Биби было предпочтение сначала человеку не из МОСАДа. Это был генерал Янай. Янай отказался. То есть это не было обязательным или самой-самого разумеющимся назначением. В данном случае Биби долго выбирал, кого из трех назначить. После того, как Янай отказался, если бы Янай согласился, то он и был. Янай хороший был генерал, хороший офицер. Но разведка – это другая система. А вопрос, как в разведке воспринимают такое назначение со стороны? Это плохо? Всегда со стороны разумеют плохо. Всегда это было. Это совершенно другая дисциплина, совершенно другая организация. Другой образ мышления. В МОСАДе, даже образ мышления в МОСАДе, например, отличается от образа мышления, работа в шабаке, в службе безопасности. Другие совершенно. И люди отличаются, поскольку я работал с теми и с другими. И у меня работали выходцы оттуда и оттуда. Например? Отлично. Приведите пример. Что отличается мышление? Это совершенно другое. Шабак более агрессивный, более целенаправленный. То есть заточен под цель какую-то, да? Сказали там арестовать террориста, его нужно арестовать. Нет, ему не говорят. Так, а МОСАД? МОСАД более тонкий, более изобретательный, более интеллигентный. Поскольку работают, но опять-таки в службе безопасности это зависит с кем работают. Те, которые работают против террора, это одно. Те, которые работают с контрразведкой, это совершенно другое. Так, у меня еще такой вопрос, который все политологи, обозреватели задаются этим вопросом в последние несколько дней. Куда пойдет разведка МОСАД при Йоси Койне? Вот, например, мы помним, был мэр Даган, очень известная личность в МОСАДе. Как только он пришел, его поставил, если мне не изменять память, Рель Шарон, верно? Он был назначен Релем Шароном. И там сразу были уволены несколько десятков человек, которые стали источниками различных утечек в прессу. Вдруг появились какие-то истории про то, что МОСАД делает. А сейчас, с вашей точки зрения, как вы считаете, МОСАД останется закрытой организацией? Или же мы услышим какие-то странные истории? Я думаю, что он останется закрытой организацией, поскольку человек из МОСАД, и принципы работы внутри организации у него остались. Какие у него предпочтения, на что делать большее давление, большее внимание, этого он решит? Это, я думаю, что больших изменений не будет. Нет, Сергей, вот Анетаньягу говорит, например, как мы слышали в материале, что МОСАД помогает ему не только в сборе информации, но и при установлении дипломатических контактов, например, с арабскими странами, со странами Европы. Это было всегда. Это не удивляет. Это всегда было. Спецслужбы всегда устанавливают и проводят те или иные государственные контакты. И если обычные дипломатические службы к этому не приспособлены, исходя, прежде всего, из специфики в тех странах, тоже, с которыми надо говорить, это всегда было, это всегда будет, так что тут не будет ничего личного. Поскольку сам Коэн по роду занятий, он пришел из двух оперативных отделов, которые занимаются вербовкой. Он занимался вербовкой, другой занимается нелегалом. То, я думаю, это получит не меньшее значение, чем было раньше, но это было всегда. В отношении тех или иных операций, которые приписывают Мусаду, я думаю, это будет не меньшее, но это будет функция не того, что Коэн во главе, а необходимости этих операций в данной политической ситуации. Одно дело, когда отношения с Ираном были в процессе определенном. То есть до договора, вы имеете в виду? Да, сейчас надо было остановить этот процесс. Сейчас это будет больше связано с сбором и оценкой информации, чем конкретной операцией по предвращению развития того или иного проекта в Раде. То есть дилеммы, бить или не бить, у нового главы Моссада может даже и не быть. У него не было, у старого, просто при старом, это было и до Мера Дагара тоже. А как взрывались материалы, которые поставляли французскому реактору в Багдаде, а куда исчез человек, который делал сверх пушку, английский инженер, и вдруг он в один прекрасный день после многих предупреждений исчез. Так что это все бывает. Да, и кто взрывал физиков, ядерщиков на мотороллерах в центре Тегерана? Да, Алекс, пожалуйста. Я в этом контексте хотел бы сказать следующее. Мне кажется, что очень важно, насколько не только Моссад, но вообще все дипломатические ведомства Израиля смогут сегодня понять, что мир уже не принадлежит настолько, как раньше Соединенные Штаты Америки. Россия все больше и больше игрок даже на нашей границе. И в этом контексте, вы знаете, когда... Я был в канцелях премьер-министра. Я об этом говорил сразу после того, как я вышел. К сожалению, мне кажется, нет достаточного понимания работать с Россией. Уж точно в Совете Безопасности Израиля. Отчего не хватает? Всегда. Хватает знаний и пониманий, а не просто панического страха от того, что такое... Людей не хватает, которые могут прийти и объяснить, что мы же не знаем, сколько людей конкретно понимают в России, там в том же Моссаде, не знаю, в Шабаке или там... Ну, в МИДе можно определить. Просто да. Вот вы говорите про МИД. Вы знаете, во времена... Во-первых, всегда были очень сложные отношения между Советом национальной безопасности и Министерством иностранных дел. Во времена Вигдора Любермана особенно. И в свое время Вигдор Люберман буквально отстранял людей Совета Безопасности от дискуссий по России, потому что считал их некомпетентными. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что сегодняшний будущий МОСАД, Министерство иностранных дел и все остальные дипломатические ведомства будут уметь разбираться и общаться с Путином. Так, а Йоси Коэн, он же был на встречах с Путиным. Он понимает в России, он понимает, кто такой Путин? Я думаю, что он понимает больше, чем предыдущий. И я опять же надеюсь, так как раньше Россия была менее важным игроком в ближайшие 10 лет, я думаю, будет намного более важным. Яков Кедми, глава спецслужбы НАТИ, в прошлом большое вам спасибо. И Алексей Сильский, в прошлом советник, премьер-министр Антон Айгу, большое спасибо. Спасибо большое. После короткого перерыва что означает быть бедным в Израиле? В 2014 году количество бедных в Израиле выросло. Согласно отчету Института национального страхования, который был опубликован на минувшей неделе, 1 миллион 709 тысяч граждан страны попадают под определение «бедный». Из них 756 тысяч – это дети. По данным Службы национального страхования, в 2014 году бедными в стране считались те, кто зарабатывал менее 3000 шекелей. О главных выводах отчета в нашем следующем видеоматериале. Получив отчет о бедности в Израиле, лидер оппозиции Цхагерцег потребовал немедленного создания государственной комиссии, которая должна выяснить причины провала социальной политики властей. Данные и правда шокируют. Так выясняется, что каждая пятая семья в еврейском государстве оказалась за чертой бедности. Хуже всего ситуация у пожилых супружеских пар. 23% подобных семей живут за гранью нищеты. Всего речь идет о миллионе 700 тысячах израильтян, еле сводящих концы с концами. 776 тысяч страдающих от нищеты – это дети. При этом их число по сравнению с 2013 годом увеличилось на 20 тысяч. По сравнению с остальными странами Запада в еврейском государстве больше всего бедных детей. Таких в Израиле четверть. В среднем по организации экономического развития и сотрудничества этот позорный показатель в два раза меньше – более 12%. Одна из причин роста количества бедняков в Израиле – это уменьшение пособий на детей в позапрошлом году. Кроме того, и так небольшие доходы малобеспеченных граждан съедают постоянный рост цен на квартиры и арендная плата за жилье. Еще одна причина – региональная. Снижение экономической активности на юге страны из-за ракетных обстрелов и войны в секторе газа минувшим летом. Предприятия стали закрываться, соответственно вырос уровень безработицы в южном регионе. На юге страны бедняки составляет 19% населения региона. На севере их количество доходит до 30%. В Иерусалиме больше всего бедных семей – 35%. Если судить по секторам, то хуже всего дела обстоят у религиозных ортодоксов и израильских арабов. Там более половины семей страдают от нехватки средств. В 2014 году черта бедности для семьи из двух человек находилась на уровне почти в 5000 шекелей в месяц. Это чуть более 1000 долларов. Для семьи из четырех человек – 7800 шекелей. Отметим, что благотворительная организация утверждает, что на самом деле ситуация еще хуже, чем она представлена в отчете службы национального страхования. Так, например, фонд Латет опубликовал свой альтернативный отчет по бедности, согласно которому от нищеты страдают более двух миллионов граждан. То есть на обочине жизни оказалась треть израильтян, а не пятая часть, как утверждает официальная статистика. Сейчас нами на связи глава Национального совета по продовольственной безопасности, профессор Дов Черняховский. Добрый вечер, господин Черняховский. Добрый вечер, Евгений, вам и всем телезрителям. Профессор Черняховский, как правильно определить, что человек бедный и нуждается в чьей-либо помощи? У нас официальная статистика по поводу бедности и есть официальный анализ этих данных. В Израиле, когда измеряют уровень бедности, имеют в виду такое понятие, как относительная бедность. Она привязана к среднему уровню зарплаты, то есть у нас денежный критерий. И когда растет средняя зарплата, растет и уровень бедности. В ряде государств, скажем, в США, принят такой показатель, как абсолютная бедность. Определяется набор товаров и услуг, нужных средней семье, выясняют стоимость корзины. То есть здесь также ведущий критерий финансовый. С точки зрения моего рода занятий, мне надо выяснить, сколько и какую еду получают люди, попадающие под критерию бедные. По данным Национального совета продовольственной безопасности, в Израиле есть 110 тысяч семей, это примерно 450 тысяч человек, у которых не хватает денег на еду. Это только одно из последствий бедности. Когда мы говорим о качестве питания бедных людей, то мы точно знаем, что эта категория населения часто вынуждена отказываться от овощей и фруктов, молока, курятины, говядины. Они начинают приобретать вещи, богатые углеводами и искусственными подсластителями, больше хлеба, консервов. Такое питание дает чувство сытости, но оно, в сущности, вредит здоровью. Обратите также внимание, что, согласно опубликованному на этой неделе отчету, доля бедняков в общем количестве населения составляет примерно 22%, а вот число бедных детей уже 34%, то есть треть от всех израильских детей. Они получают недостойное питание, да и оно по качеству оставляет желать лучшего. В результате страдает их физическое и интеллектуальное развитие, урон наносится будущему таких детей. То есть, когда я читаю и вижу в этом отчете, что 756 тысяч детей бедные, это дети бедных родителей, получается, я правильно понимаю? Да, разумеется, в семье, относящейся к разряду бедных, дети также считаются бедными. И у нас большинство бедных семей, они многодетные. Посмотрите, большинство семей в ультраортодоксальном и арабском секторах бедные. В этих секторах среднее количество детей на семью выше, чем у светского еврейского населения. И в результате мы получаем больший процент бедных детей, нежели вообще бедного населения. Смотрите, я читаю этот отчет и тоже пытаюсь понять. С одной стороны, Израиль западное государство, с другой стороны, по этому показателю, Израиль лидирует среди всех стран-членов организации экономического сотрудничества. Что делать теперь? Как выходить из этого? Верно. Государство Израиль плохо выглядит среди развитых стран по двум показателям. Прежде всего, это процент бедных. Мы на одном из самых высоких мест среди стран-участниц организации экономического сотрудничества и развития, если убрать из списка такие страны, как Турция и Мексика. Но мы ведь не хотим быть похожими на них. Кстати, в этом аспекте мы не хотим быть похожими и на Соединенные Штаты. У нас также очень глубокий социальный разрыв. Есть несколько сценариев действия. Полтора года назад завершила свою работу специальная комиссия. Сегодня, кстати, ее бывший глава Эли Алалуф заседает в Кнесете и возглавляет комиссию по труду и социальным вопросам. Группа представила конкретный план действий. Прежде всего, государство должно определиться с показателями. К примеру, поставить цель в течение определенного количества лет уменьшить число бедняков до 10%. В отчете группы есть также пункты, касающиеся детских пособий, пенсионного обеспечения и так далее. К моему глубокому сожалению, правительство не приняло эти рекомендации. И в результате мы топчемся на одном месте. Отчеты, опубликованные на этой неделе, мало чем отличаются от таких же отчетов, вышедших до него. Мы видим даже тенденцию к ухудшению ситуации. Положительных сдвигов нет и не предвидится. И это свидетельствует о провале в работе государственных органов. Я еще хочу добавить. Бедность и разрыв в уровне доходов – это ведь не только финансовый вопрос. Доступность к качественному питанию, хорошего образования и так далее. Это еще и вещь, которая влияет на социальную ткань общества. Когда разные группы населения начинают отдаляться друг от друга, резко отличаясь в уровне жизни и возможности получения социальных благ, между группами возникает отчужденность. Это повышает градус общественного недовольства. Мы не хотим дойти до такой точки. Единство еврейского народа сильно зависит от социальной солидарности. А эта солидарность выражается в том, чтобы не допустить появления слишком глубокой социальной пропасти. Профессор Дов Черняховский, большое спасибо за участие в нашей программе. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Что он оценивает только лишь в основном на 99% оценивает количество доходов населения, определенных групп населения по отношению с линией бедности, которая в Израиле, как мы уже слышали, мы знаем это каждый год, она двигается все дальше и дальше, а уровень зарплаты не успевает за скоростью отодвижения этой линии бедности. Я хочу пояснить. 3,5 тысячи шекелей, это где-то чуть более, около 750 долларов, чуть больше. Это человек зарабатывает выше, он уже не определяется как бедный. Ниже его можно считать бедным. То есть линия такая Рубикон, я бы сказал. Да, ну вот по последним статистическим данным Израиля, на семью из четверых человек уровень дохода, который не считается бедностью, то есть все, что ниже этого, это уровень 10 тысяч шекелей на семью из четверых душ. То есть делим грубо на 4, чтобы понятно было зрителям, 2,5 тысячи долларов. 2,5 тысячи долларов на семью из четверых человек считается уровнем, ниже которого мы уже идем на уровень бедности. То есть в Израиле, согласно этому отчету, на эти деньги прожить невозможно? В Израиле, во-первых, на эти деньги прожить невозможно, и это доказывает, кстати, параллельный отчет о бедности, который раз в году, иногда раз в два года, выносит на общее обсуждение АМУТОТ, вот такие некоммерческие общественные организации, которые делают этот отчет по совершенно другим критериям, отличающимся от Битуах-Люми. Тот отчет, о котором мы сегодня говорим, это нужно всем сказать открыт, это отчет Битуах-Люми, который берет... Служба национального страхования. Служба национального страхования, который берет сухие цифры, мягко скажем, хотя эти цифры очень-очень проблематичные для нас, и подсчитывает по сравнению с линией бедности. Теперь, что интересно, в этом же отчете, и это для нас очень важно, сказано о том, что по сравнению с 2013 годом, а отчет идет о 2014, как мы знаем, уровень безработицы чуть-чуть снизился, то есть больше людей пошло работать, больше людей начали работать. Особенно речь идет о секторах, вы знаете, арабском секторе и ортодоксальном. Ортодоксальном. Это должно радовать, если они пошли работать. Вот именно, должно радовать. Смотрите, с чем мы столкнулись. Несмотря на то, что как бы большее количество людей в Израиле начало работать, уровень бедности поднялся. О чем это говорит? О том, что уровень дохода населения, даже при том, что оба работают, он не достигает того уровня, чтобы выйти за черту бедности. То есть у нас люди в Израиле работать стали больше, а получать, зарабатывать, или доход на их счета стал меньше. Теперь, безусловно, это не касается, или не берется в полном объеме в расчет пенсионера, особенно русскоязычный. Почему? Потому что часть из этих людей еще вот-вот зарабатывали нормальные суммы денег. До выхода на пенсию. И они подсчитываются, как люди, которые не ушли за черту бедности. Это как раз то, о чем мы говорили на переговорах с Минфином несколько месяцев назад. Что нас ждет в течение ближайших нескольких лет катастрофа, с тем, что 250, приблизительно 300 тысяч, только русскоязычных пенсионеров, которые вот-вот сейчас выйдут на пенсию, а часть уже вышли месяц или два месяца назад. Это люди, которые приблизительно за несколько месяцев от уровня нормального заработка, от среднего уровня, или чуть ниже среднего уровня дохода, превращаются в людей за чертой бедности. И цифры говорят сами за себя. Минимальный заработок, или минимальный доход такого пенсионера, репатрианта, сегодня может доходить до 2800 шекелей в месяц. После того, что он работал 20 с лишним лет. После того, что он работал 20 с лишним лет. Хорошо, но вопрос, Леонид. Насколько берется в расчет, скажем, наличие квартиры? Например, мы знаем, что в Израиле на квартиру уходит четверть ежемесячного дохода любого человека. Ну, в среднем, да? 25 процентов. Если у человека есть собственное жилье, а его доход, например, неважно, это пособие пенсионное, или же это зарплата, где-то он там подрабатывает несколько часов, составляет 2000 шекелей, там, не знаю, 500 долларов, но у него есть собственное жилье. То есть формально он может жить на эти деньги, ему же не надо платить за собственное жилье. Как, что, разделяют? Это у кого есть квартира своя выплаченная, а у кого не выплаченная квартира? Абсолютно не разделяют. И в этом еще одна проблема, уже третья проблема этих отчетов, поскольку именно у репатриантов есть, это одна из самых болезненных, один из самых болезненных вопросов, одна из самых болезненных проблем, в связи с тем, что часть репатриантов, которые подходят к пенсионному возрасту, или вот-вот вышли уже на пенсию, они еще не выплатили свои квартиры. И никто при подсчете уровня бедности не берет во внимание то, что их доход, даже если он составляет, например, 5 тысяч в месяц, но из этого дохода 3,5 или 4 тысячи уходят на выплату Машканты, которая еще будет продолжаться, это приличная сумма. И если мы возьмем эту выплату на Машканту, которая не остается в кармане у этих людей, и не остается на счету в банке, то тогда и эти, а там я могу сказать приблизительно 70 тысяч таких семей, которые еще продолжают и будут продолжать выплачивать Машканты даже после того, как выйдут на пенсию, этих людей мы автоматически с вами можем считать выброшенными за черту бедности, хотя отчет их не считает. Я проясню, что Машканты это ипотечное судо. Ипотечное судо, совершенно верно. Не все понимают просто этот термин. Но когда человек, скажем, 10 лет назад, брал ипотечную суду из расчета, что он каждый месяц платит 3-3,5 тысячи шекелей, он же должен был понимать, что он когда-либо выйдет на пенсию, и на пенсию ему придется либо погашать эту суду, либо как-то искать дополнительный источник заработка и, возможно, продолжать работать, уже будучи в пенсионном возрасте. Самая большая проблема, с моей точки зрения, это то, что не только сам человек должен был понимать, а главное, что государство должно было понимать, что все те... Ну, сейчас вы переложили на плечи государства ответственность за собственные квартиры. Я переложил на плечи государства только лишь то, что государство приняло в Израиле больше миллиона человек за очень короткий период. Среди них было огромное количество людей, которые приехали сюда в среднем и старше среднего возраста, начиная с 35 лет. Все те, кто приехали, начиная с 35 лет, автоматически в те годы, в 90-е годы, когда не было закона об обязательном пенсионном отчислении, если вы помните, когда не было такой жесткой, жесткого контроля над выполнением законодательства пенсионного, многие люди 10 первых лет потратили только на то, чтобы найти работу или как-то начать работать, и не отчисляли деньги на пенсию. То есть они начали отчислять деньги на пенсию только в 2009-2010 году, и то эти отчисления были мизерные, и им уже тогда было более 45 лет. И сегодня эти люди, которые приходят к пенсионному возрасту и продолжают еще 6-7 лет платить мошканты, я считаю, что государство обязано взять на себя ответственность за то, чтобы этих людей подтянуть хотя бы чуть выше уровня бедности, чтобы они могли и мошканты выплачивать, и как-то прожить. Да, но как оно возьмет на себя ответственность, если партия, которая представляет интересы репетриантов в оппозиции, а мы слышали, например, представителей религиозных партий, которые говорят, мы в коалиции, мы решим проблемы ортодоксального сектора, и ортодоксальный сектор получит отмену НДС на товары первой необходимости, какие-то жилищные льготы. А как, если не в оппозиции? Если вы перешли в политическую плоскость, то я только лишь напомню, если вы перешли в эту плоскость, я вам напомню, что мы подготовили, так получилось, что готовый проект о пенсионной реформе, он был уже подсчитан, и мы вышли на выборы досрочные, но мы, тем не менее, начали переговоры с Минфином, и смысл этой реформы как раз заключается в том, что мы впервые за всю историю существования государства Израиль предлагаем государству взять ответственность не только за репетриантов, а вообще за всех пенсионеров, и впервые заявить о том, что мы устанавливаем минимальный уровень дохода для пенсионеров Израиля, который бы являлся так называемым социальной преемственностью минимальной заработной платы. Ведь посмотрите, что говорит государство с момента существования нашего государства. Израиль говорит так, что человек, зарабатывающий в ближайшем будущем меньше 5 тысяч в месяц, это незаконно, потому что это ниже достойного заработка. Но при этом государство не говорит о том, что пенсионер не может зарабатывать меньше 3 тысяч, например, 2 800, это минимальный сегодня доход пенсионера. Мы предлагаем установить минимальный уровень дохода для всех пенсионеров. Понятно, что больше всего от этого выигрывают репатрианты, пенсионеры и репатрианты, потому что их мы подтянем ближе всего к этому уровню дохода. И я считаю, что уровень дохода, который мы предлагаем в этой реформе, начинаться должен с 70% от минимальной заработной платы для тех, кто вообще не проработал, кто приехал к предпенсионному. Самое смешное, что сейчас пытается сделать правительство или уже вышло постановление об надбавке к пособию по старости, всем без исключения. И Минфин размахивает 600 миллионов шекелей, которые они собираются потратить на то, чтобы поддержать пенсионеров. Но мы-то с вами понимаем, что речь идет о том, что эти 600 миллионов поделятся между всеми, включая арабский и ортодоксальный сектор, то есть те, кто работают по белому, по черному, кто вообще не работает, а главное, те, кто работал и получает сегодня пенсии в размере больше 10-20 тысяч в месяц, они тоже получат ту же самую надбавку в 130 шекелей. И это смешно. Леонид Леденецкий, в прошлом депутат Кнезда большое спасибо. Спасибо вам. Еще один критерий, по которому в Израиле также можно определить социально-экономический статус человека, это расходы в дни праздников. Сейчас в Израиле отмечают праздник Ханук, один из главных атрибутов которого сладкий пончик в масле, но даже он не везде стоит одинаково. Сколько именно выясняла Катя Волкова. А вот так ханукальный светильник Ханукия выглядит уже на прилавке. Полированное серебро высшей пробы прикасается к такому до продажи исключительно в мягких перчатках. Потому что мы оставляем наши отпечатки на серебре. Мы работаем в перчатках. Рая, директор магазина, сетует на то, что главную гордость ханукальной коллекции полутораметровый светильник из серебра показать нам сегодня не может. Все раскупили. Несмотря на нешуточную стоимость несколько десятков тысяч долларов, но и эти экземпляры всего за 8 тысяч, а с праздничными скидками и того меньше, украсит, по ее словам, любой еврейский дом. Это наша история. Это то, что переходит. Это не как вещь. Это то, что Бог даст. Сегодня мы зажигаем, а потом будут зажигать наши внуки, правнуки и так далее. Раскупают предметы иудайки, и серебра охотно и местные, и туристы. И не случайно весь персонал в этом магазине русскоязычный. Хотя, добавляет Рая, стоящего клиента иногда ни по языку, ни по одежке не угадаешь. Зашел человек, который он был одет, он красит, стены, все. Да, а купил тогда по тем временам, это было лет 8 тому назад, здесь стояла ханукья, в которой был метр 10 роста, он ее купил и выше. За сколько? Тогда? Тогда она стоила, по-моему, 68 тысяч шекелей. Хотя не все то серебро, что блестит. При надлежащем уходе по наследству внукам передает и такую металлическую ханукью. И стоит она всего 200 шекелей, 50 долларов и выглядит отлично. Серебро – это блаш шкенадских евреев, конечно, были бы деньги. А я тебе, как верующий человек, скажу, восславить чудо Всевышнего можно и из самодельного светильника. Перед ним все равны. Йором в своей лавке ставку делает на разнообразие и цены, говорит, старается не заламывать. Люди в его районе, мол, живут не из богатых, а живой огонь в эту неделю должен освещать каждый дом. Хотя на этом ханукальные традиции не заканчиваются. Пекарни и кондитерские в эти дни перешли на военное положение. Выпекается минимальное количество хлеба, все силы, брошенные на изготовление ханукальных пончиков. Вот сын в небольшом и, надо признать, не очень чистому углу лепят традиционные пончики. Жарятся они в кипящем масле и пользуются невероятной популярностью. Удовольствие хоть и из вредных, но редкое. В продажу они поступают от силы на 2-3 недели в году. Это самые простые с клубничным повидлом, самые дешевые и самые вкусные. Я таких тысяч пять за праздник выпекаю, но у меня есть и шоколадные, и лимонные, и яблочные. И показывает пластиковая ведерко с ядовитого цвета кремом. Пекарня цена, хоть и непрезентабельна, пончики у него выходят отменные, по крайней мере, самые простые, посыпанные сахарной пудрой. Внукам понесу. Это же самое главное в празднике, чтобы они довольны были. Четыре пончика за 10 шекелей и не нужны мне более дорогие. Все эти глупости с модными разными наполнителями. Хотя я знаю, в Северном Тель-Авиве только такие покупают. В том самом Северном Тель-Авиве, в респектабельной части города, очереди в эти дни выстраиваются за пончиками действительно совсем иного уровня. Десятки разных начинок, таблички с указанием калорий, элегантные коробки и, конечно, высокие цены. В целом пончики своего изготовления называют просто лимонное, яблочное, клубничное. А вот здесь, на другом конце города, в одной из самых популярных кондитерских Тель-Авива, пончики уже и выглядят иначе, и названия у них куда более замысловатые. Тропикана, голден криск, вот это, например, фисташковая амарена, да и стоят они в три раза больше. Хотя пончики еда это сезонная, по мнению израильтян, можно раскошелиться раз в год и на такую красоту. Офер покупает сразу десяток к вечернему чаепитию. Начинки выбирал по вкусу домочадцев. Вот это великолепие обошлось мне в 30 долларов, но это для детей в основном. Ханука, конечно, хорошо бьет по карману, детей надо и лучшими пончиками накормить и развлекать их всю праздничную неделю. Зато по окончании Хануки родительский карман будет отдыхать вплоть до весны. Там праздник Пурима, затем и Песох. Но и тогда найдется в еврейской традиции повод купить серебро, чтобы оставить детям в наследство и накормить их традиционной, не всегда дешевой праздничной трапезой. Катя Волкова, Владимир Саминский специально для программы «Израиль за неделю». Хорошего вам праздника! Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся в следующую субботу на телеканале РТВА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова